ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашей республике бани традиционно топились по-черному, то есть у печей не было труб и дым выпускали через открытую дверь. Чуваши считали такие бани жарче. Топка по-белому появилась лишь в 19 веке. В основном бани все находились в частных владениях. Первые общественные бани в Чебоксарах появились в 20-30-х годах 20 века и вызвали мыльный бум. У большинства горожан не было собственных ванных комнат. Тогда же появилось понятие банный день. Раз в неделю, в основном по субботам, жители ходили мыться. Сейчас в городе работает 12 современных банных комплексов. Сохранились ли в них те вековые традиции, и можно ли там отдохнуть душой и телом? Давайте узнаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здешняя система работает, как в кинотеатре, в день – 5-6 сеансов. Каждый длится полтора часа, последний – целых два. Забронировать удобное время можно по телефону. Если вы забыли полотенце или мыльные принадлежности, то все можно приобрести прямо на кассе. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне билетик на ближайший сеанс? Пожалуйста, ближайший сеанс у нас 10-20. А как раз устроен? Пожалуйста. Еще что-то желаете? А можно ли какие-нибудь банные принадлежности? У вас есть что-нибудь? Пожалуйста, есть у нас шапочка войлочная, сидушка также войлочная, сланцы, мыло, мочалка. Большой ассортимент у нас. Давайте все, все возьмем. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, спасибо большое. На билете указано время начала сеанса и личный номер. Ему соответствуют шкафчик и тазик. Сеанцевая система хороша тем, что можно контролировать количество человек. В наличии 64 места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот он наш шкафчик с под номером 41. Здесь вот можно хранить свои личные вещи. Кстати, закрывается шкафчик. На раз открыть, потом его самому без помощи банщице не удастся. Поэтому все свои личные вещи, мобильные телефоны, можно смело оставлять здесь. Можно быть за них спокойным. Вот, кстати, есть здесь же вот такой вот тазик, чтобы помыться. Вот тоже номерной. 41 номер. Можно с ним уйти купаться. Общее отделение давно в прошлом. В современных банях их два. Мужское и женское. Каждое с отдельным входом и собственными помещениями. Поэтому случайные встречи невозможны. В этой второй бане ремонт сделали несколько лет назад. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы баня работала без боя? Да, действительно, соблюдение технических регламентов, правил эксплуатации оборудования, технического обслуживания. Все это позволяет нашим посетителям ежегодно получать качественные и доступные услуги. Мы сейчас находимся конкретно в мощном отделении. Что вот здесь было заменено, что здесь отремонтировали? Да, действительно. За два года тому назад здесь произведен капитальный ремонт. Произведена замена полностью горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения. Вы видите, что в наших отделениях полностью заменена плитка, керамогранит. Что касается скамеек в мощном отделении, то они заменены на гранитные плиты. Внизу мраморный постамент. Можно присесть. А чем они удобны, чем они лучше, там, деревянных, например, скамеек? Ну, они, естественно, более долговечные. Они легче поддаются санитарной обработке, но эстетический вид заметно лучше. Стал. Угу. Хорошо. А вот мы сейчас находимся в бане, а как бы должен быть пар, повышенная влажность, а ничего этого нет? Здесь, в принципе, достаточно комфортно себя чувствуешь. Почему так? Новая система приточно-вытяжной вентиляции позволяет нашим посетителям комфортно чувствовать себя в моечном отделении на протяжении всего рабочего дня. Андрей Валерьевич, самое главное в любой бане – это, конечно же, парная. Вот скажите, пожалуйста, по какому принципу работают парные в наших городских банях? Ну, принципы самые разные. Есть бани, которые работают исключительно на влажную пару, есть печи на газу. В данном случае в нашей бане представлены сухая, так называемая финская парная. Работает от двух электрокаменных. Ну, давайте тогда зайдем, посмотрим, что из себя представляют эти самые электрические печи. Вот, в данной парной представлены две электрические каменки, каждая мощностью по 20 киловатт, что обеспечивает поддержание температуры в данной сауне. А скажите, а кто же все-таки за эти печь электрически отвечает? Нет. Вообще персонал бани приходит на работу за два часа до открытия. Включаются печи, оператор следит за работой данного оборудования в течение всего рабочего дня. А скажите, пожалуйста, а когда в бане все-таки самый лучший пар? Татьяна, традиционно считается, что самый лучший пар – это свежий, первый пар. И это действительно так, к примеру, для наших заволжских бань, которые расположены в поселке Сосновка и Северный. Это актуально для восьмой бани, которая расположена на Максиму Горького 1. А что касается бани номер 2, где мы находимся, то здесь всегда приятный, полезный пар на протяжении всего рабочего дня. То есть хоть утром я приду, хоть днем, хоть вечером, я всегда могу максимально хорошо, комфортно формировать. Да, конечно, совершенно верно. Ну что ж, пришла пора проверить целебную силу бани на себе. Перед походом в парную нужно обязательно ополоснуться и надеть на голову специальную вот такую вот шапочку. Она защищает голову от перегрева. Ну что ж, пришла пора вариться. Парная рассчитана до 12 человек. Температура здесь достигает до 20 градусов. В этих печах используются специальные камни из габрадиабаза горной породы. Они хорошо аккумулируют тепло и равномерно его отдают. Еще плюсы – их прочность и долговечность. В этой парилке пар сухой. Те, кому по душе влажный пар, может попариться в хамаме. Пойдемте посмотрим. Здесь легче дышать за счет стопроцентной влажности воздуха и температуры около 50 градусов. Это особенно полезно для кожи и органов дыхания. Любители поплавать не остались в стороне. Можно окунуться в прохладную воду сразу после парилки. Для детей есть небольшой лягушатник и для взрослых полноценный бассейн. У женского и мужского своя собственная система фильтрации. После каждого сеанса поверхность очищают и берут образцы воды на анализы, измеряют показатели хора. В таких условиях время летит незаметно, поэтому здесь дают звонки за один сеанс три раза. Последний – за 10 минут до окончания. Между сеансами все помещения бани убирают и дезинфицируют. Полноценная уборка наступает перед закрытием с использованием высоконапорной техники. Так что баню в прямом смысле можно назвать центром чистоты. Если посторонние люди в бане вас смущают, то всегда можно заказать вот такую индивидуальную сауну. Самое главное, конечно же, парная. Да, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Парно очень хорошо, тепло. Вот такие вот скамеечки, где можно с удовольствием провести время, попариться как следует и отдохнуть. Хорошо попарился – хорошо отдохни. В банном комплексе работает буфет, где можно утолить жажду и немного перекусить. Есть также отдельная комната отдыха. Навести красоту, не выходя из бани, просто и доступно. К услугам горожан парикмахерская. Сделать прическу могут не только посетители, но и жители микрорайона. Современные условия созданы во всех банных комплексах Чебоксар. Их 12. Они есть во всех районах города и у каждого свои плюсы. В некоторых можно подлечить суставы, а в других – органы дыхания. Выбрать можно нужный вариант. В любом случае поправишь здоровье. После бани ощущаешь какую-то легкость, поднимается настроение и улучшается самочувствие. А это особенно важно для тех, кто живет в городском ритме, то есть для нас с вами. Спасибо вам. Спасибо большое. Обязательно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok